Ну и прокомментировать назначение Александра Ткачева на должность главы Минсельхоза попросим председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Он сейчас на прямой связи с нашей студией по телефону. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый день. Ваше отношение к фигуре Александра Ткачева как губернатора и как теперь министра сельского хозяйства? Ну, мы его хорошо знаем, поскольку он еще у нас был депутатом и третьего созыва, и, так сказать, и второго созыва. То есть 8 лет мы сидели рядом, кажется, в одном ряду почти в зале заседания. Ну и Казахстанский край. Туда нам приходилось много выезжать. Там и олимпийские объекты Сочи, и места отдыха, и огромное количество людей. Поэтому человек, он хваткий, деловой. Он знает хорошо сельское хозяйство, поскольку на Кубани это отрасль номер один. Ну и надо менять. Все-таки он уже давно, почти с 2000 года на Край, поэтому это достаточно уже почти 14 лет. А новый губернатор, мы надеемся, он учтет те проколы, которые были на территории края. Мы помним трагедию станицы Кущевская, где очень много было встретяной, криминалы, полиция, прокуроры, все вместе. Поэтому надо продолжать край защищать, освобождать. Не всегда губернатор может все сделать, и не всегда он, как говорится, успевает все сделать. Но смена губернатора позволит и в этом направлении навести порядок. А его опыт по Кубани как житницей всего и всей нашей страны, на новом месте, как министра сельского хозяйства, Поэтому будет большое подспорье, поскольку в основном у нас урожай на юге. Юг России, вот центральная, европейская и юг Сибири. Поэтому мы надеемся, что он на новом посту зарекомендует себя с лучшей стороны. А новый губернатор грузовского края до конца наведет порядок по Кущевке или наводнения в Крыму, чтобы чиновники работали более оперативно, чтобы не было таких случаев, когда люди оказываются жертвами наводнений. Это не тайга, не какие там высокие горы. Это равнина, в основном, Кубань. И это место отдыха. То есть там очень много надо работать, поскольку там несколько миллионов приезжают отдыхать. Мы все должны отдыхать на Кубани, теперь еще и Крым. И Ткачев на новом месте, я думаю, сумеет, так сказать, поработать так, чтобы защитить наше сельское хозяйство. Он сам знает, что мы можем выращивать. Я помню, мы все при советской власти венгерские яблоки закупали. Джонатан, сейчас польские. Слушайте, косадарские яблоки куда вкуснее и куда их больше. Но Ткачев же знает теперь, что у нас на юге свои яблоки есть. Груши, сливы, черешня, вишня, все есть. И ничего с Евросоюза закупать не надо. Вот пускай он эту линию проводит, чтобы мы сперва скупили все, что произвели наши агропромышленные комплексы. А если чего-то не хватает, тропические фрукты, бананы, киви, пожалуйста, чуть-чуть можно закупить. Но яблоки это позор закупать. Тем более, косадарские лучше. В этом плане, я думаю, он сможет помочь. И у нас по всей России есть хорошие показатели в сельском хозяйстве. В Смоленске есть хорошие результаты. Мы же вышли по животноводству уже, по-моему, тему закрыли. Птицы, свиноводство. Мы практически удовлетворяем спрос. Осталось говядина, кто мешает здесь добиться 100% мы должны, так сказать, закрыть все потребности нашего рынка. И чтобы все покупали у наших крестьян. Создавали им условия для этого. И восстановить пашню, чтобы больше земли было запущено в оборот сельскохозяйственных земель. Больше людей направить жить и работать, значит, на село. И Краснодар может принять еще больше людей. И помочь беженцев с Украины. Можем с Украины несколько миллионов переселить на наши просторы. И за Урал, Сибирь, Дальний Восток. И все это связано должно быть с сельским хозяйством. Там должна амберационная служба помогать. Выследовать паспорта, гражданство. Поэтому большая работа. У нас министр сельского хозяйства, это политическая должность. Это не просто посеяли, пропололи, собрали. Нам надо улучшить переработку всех наших продуктов сельского хозяйства. Овощи, фрукты, мясо, молоко. Переработка. Больше консервов. Тоже консервных комбинатов, молочных комбинатов. И транспортировку обеспечить. Рыбой накормить цену. У нас огромное количество рыбы. И в центре здесь мы ее не видим. Когда-то все тоже можно доставить. И железной дорогой, и самолетами, и фурами. И астрахами, арбузами мы должны кушать. Главное, чтобы не было нитратов. Никаких нитратов. Вчера мы там грушу перепроверили. Там превышены нитраты в опасной зоне. В то, что я передал председателю правительства. Просто там неправильно прибор нажали. Все рыжи должны ходить с нитратометрами. Пусть Ткачев, Александр Николаевич, обеспечит нам, чтобы Ростельхознадзор работал на отлично. Чтобы не пропускать в цену никаких продуктов питания, где есть превышение норм вредных веществ. Он энергичный, молодой еще. Моложе меня на 14 лет почти. Что ему? 45 лет сейчас? 55 ему. В самом рассвете 55 лет. Да, Владимир Вольфович, я благодарю вас за ваш комментарий. Напомню, на прямой связи с нашей студией был председатель ЛДПР Владимир Жириновский.